Здравствуйте, это я. Небольшое видео про то, что у меня сейчас происходит на моем шумном балконе. Я все еще продолжаю майнить. Какие-то видеокарты я успел продать, какие-то еще предстоит продать. Но все-таки я никак не могу избавиться от майнинга. Наверное, это какое-то заболевание. Сейчас вкратце расскажу, что у меня осталось на балконе, ну и что я тут майню еще до сих пор. На моем шумном и грязном балконе осталось 3 видеокарты 580 от гигабайт, 8 гиговая, 1 480 от 8 гиговая. На этой ферме я майню эфир обычный. Примерно доходность с каждой карты около полутора долларов. Наверное, сейчас чуть-чуть курсы поднялись, может быть, будет 2 доллара. Вот так. Моя любимая ферма это Сапфир на 570, которую я купил когда-то за 50 тысяч рублей. И многие смеялись, что эта покупка не перспективная. Она уже 4 раза окупилась и продолжает меня радовать. Карты неприхотливые, я к ним вообще не подхожу. К этой ферме я не подходил уже, наверное, месяца 2. Исключая, конечно, то, что я продуваю иногда тут пыль. На этих 6 карт я майню сейчас эрго. И ферма на гигабайтах. Мы когда-то покупали гигабайт, я наконец-то поменял здесь все прокладки. Одна вот эта гигабайт у меня на Hynix. Вот это Power Color. И 4 карты на памяти Samsung. Тоже КП Эрго. Здесь у меня стояли сапфирки, которые у меня переехали сейчас временно на кухню. Они готовы на продажу. Почему оставил гигабайты, а не сапфирки? А все просто. У гигабайтов есть порты. Потом не проблема их будет кеймерам продать. А у сапфирок портов нет. Вот так. Как говорил майню эрго. И с карты не меньше 1 доллара сейчас получается. Ну и с этой так же. Воздуходувка рядом стоит, которую я продуваю. Но стараюсь раз в месяц. Может быть даже иногда чаще. Сегодня, кстати, надо сделать уборку. Вот смотрите, какая пыль здесь. Сейчас этим займемся. Так. Ну все. У меня всего лишь 3 фирмы. Ну и показываю, что у меня сейчас стоит на кухне. Это фирма из трех сапфиров. Майнинг Эдишн. Карты без портов. Правда, на одной видеокарте порт уже был активирован. И даже рамка заменена. Поэтому тут стоит эмулятор монитора. И показывает монитор. Сейчас к майню на ней эрго. На TeamRedMiner тут хешрейт, конечно, прыгает. Иногда бывает 49, иногда 59. Но это особенность алгоритма такая. По-моему, DuckFile постоянно сбрасывает. Ну и как видите, здесь стоит та самая XFX, которая не заводилась с другими картами. Я с ней все-таки разобрался. Спасибо комментаторам, что подсказали. Так как эта карта спокойно определялась в X16 слоте на материнке. Вот эта вот АСРОК. Она под AMD. Я взял материнку чуть подешевле на простеньком процессоре от AMD. Поставил ее в X16. Она здесь прекрасно заработала. Ну и начал просто добавлять карты. И как видите, на этой ферме сейчас прекрасно работают 4 карты без проблем. Оказалось, что если у видеокарты какие-то сложности с определением на первой линии PCI-Express, то они не определяются просто на материнках с Intel. А на материнках AMD без проблем. Потому что для материнок AMD не принципиально по какой карте инициализацию проводить. По первой, по второй или дальше. Поэтому она прекрасно заводится и работает. Поэтому у меня и были проблемы на материнке Intel. С материнкой AMD проблем нет. Вот имейте в виду, вот есть такая проблема. Эту ферму я собрал на продажу. Потому что хочу избавиться от видеокарт без портов. Да, конечно, жалко мне сапфирки. Очень холодные карты. Если смотреть по температурам, даже в помещении закрытом, они очень хорошо показывают себя. Тут на 20% оборотах вентиляторов они не греются выше 60. Ну тут, конечно, еще эрго-алгоритм холодный. Боюсь потом, если захочу их продать, я их продать не смогу геймерам. Оставляю себя только с портами. Ну и XFX тоже продаю, чтобы с ней не мучиться потом. Блок питания купили здесь Corsair. Вот такой вот модели. У Corsair очень грамотно сделано. На каждую линию, на каждый хвостик 8 пин отдельный кабель. То есть не надо мучиться с двойными проводами. Расстояние между картами делается. Такое довольно приличное. Ну и каркас такой маленький соорудил. Он небольшой. Если кому интересно, как он делается, у меня есть видео отдельно. Снимал уже давно. Здесь будет подсказка. Каркас немножко доработал. Сделал боковые стойки чуть потоньше из маленьких брусочков. Верхнюю часть сделал специально из алюминиевого профиля. У меня он был от сетки для окна. Ну, чтобы, если карты вынимаешь и постоянно ставишь, то разбалтывается деревянная стойка. А здесь она будет нормальная. Здесь можно разместить спокойно до 6 карт. Даже, наверное, 7, если постараться. Ну, блок питания только поменять. Если этот всего на 4. Вот такая история этой фирмы. Сейчас ее, скорее всего, заберут уже. Человек едет смотреть. Ну, а на балконе пока майнинг продолжается. Так, ну и все слышат, как у меня шумит здесь всегда железная дорога. Здесь сортировка. Я живу на второй линии. Но все равно доходит этот звук неприятный. И часто даже невозможно спать. Поэтому приходится закрывать все окна. На балконе это не критично. Может быть, меня это спасает. Шум и эфирм на этом фоне и не слышим. Появился у меня вот такой шумомер. Спасибо Михаилу снова. Он мне его дал на тест. И давайте послушаем, сколько сейчас у меня шум. Порядка 55 дБ. Когда идет шум от поездов, то до 87 дБ было даже. Ну, поезда довольно сильно шумят. Так, и теперь включим вот этот вот большой вентилятор. Как видите, шум поднялся на 60. Я тут еще разговариваю, поэтому скачет. Порядка 65 дБ. На фоне этой сортировки, я вам скажу, этого вентилятора, можно сказать, я не слышно. Потому что шум идет в основном ко мне на балкон. А сзади его уже не так слышно. Поэтому, я думаю, соседи и не заметят. Ну, а ближе, когда ставлю микрофон, уже к 80 приближается. ДБ. Довольно шумно. Ну, никто, само собой, вентилятор так не слушает. Все-таки 65 среднее значение. Так, ну и давайте проверим анимометром. Я пользоваться им, к сожалению, не умею. Даже не знаю, как показатели читать. Но если приложить его к моему вентилятору, показатели вот такие. 1,29. Так, если вы выключить, показатели вот такие. Вообще по нулям или 0,2. Ну, это, естественно, ток воздуха. Вот с той форточкой у меня воздух забирается и сюда выбрасывается. Конечно, не очень правильно сделано, потому что у меня балкон такой под углом. Воздух идет с загибами, с зигзагами. Но, к сожалению, там у меня соседи. Я не могу сделать вывод соседям. Приходится вот так вот жить. Давайте еще раз проверим. На максимум поставил, на 3. И посмотрим показатели. Ну, а здесь они составляют уже 1,5, да, было? 1,57. Показатели считаются в метр в секунду. Потом, может быть, найду формулу и посчитаю, сколько получилось у меня кубометров воздуха выдувается за минуту из этого маленького помещения. Ой, ветер поднялся такой, что я, наверное, выключу. Ну, вот такая маленькая экскурсия на мой балкон. Как видите, я все еще майню. Учитывая то, что курсы немножко подскочили, может быть, даже и смысла сейчас нет распродаваться. Подождем, еще цен подороже. Ну, и будем подбирать карты подешевле. Если, конечно, это получится. Спасибо, что посмотрели видео. Видео бесполезное. Ну, кому-то и даже такое интересно смотреть. Всем пока и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!